Мы с вами направляемся в Новый Иерусалимский монастырь, расположенный на берегу реки Истры, недалеко от Москвы. Мы с вами пришли в один из самых красивейших монастырей в Московской области, Подмосковье, Ново-Иерусалимский. Сейчас мы войдем внутрь, во внутренний двор. И вот мы входим во внутренний двор этого чудесного монастыря, для красивейшего. Он был основан патриархом Никоном в 17 веке. Никон хотел построить что-то необычное, хотел, чтобы Иерусалим был и на Руси. Вот и основал недалеко от Москвы такой невероятной красоты монастырь. А это Воскресенский собор, куда мы с вами непременно зайдем. Патриарх Никон начал строительство монастыря в 1656 году. В то время он был дружен с царем Алексеем Михайловичем, отцом Петра I. Затем Никон впал в немилость и был сослан в ссылку на целых 14 лет. Но сын Алексея Михайловича, сводный брат Петра, царь Федор Алексеевич, простил Никона и позволил тому вернуться в любимый Ново-Иерусалимский монастырь. А вот это окрестности монастыря. Всегда монастыри и вообще города строили в самых лучших местах. В местах силы, на пригорках, около речки. Музыка. 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 А это старое надгробие. 1786 год. Даже с арабской газью. Надгробие. Ваше. Надгробие. Собирай. Надгробие. 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 Здра austerе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Патриарх Никон, как вы знаете, начал церковную реформу, которая привела к расколу русской церкви и возникновению старообрядчества. А его друг юности, протопоп Авакум, возглавил старообрядческое движение, но был сожжен за свои взгляды. Внутри храма находится часовня, на стенах которой изображены русские святые и апостолы. Эти люди обладали необыкновенными способностями и добротой. Ум и доброта всегда были необычайным сочетанием. Многие из этих святых вылечивали тяжелобольных людей. Некоторые святые – это воины и князья русские. Они не боялись не только своих врагов, но и диких зверей, медведей, волков. Серафим Саровский, например, даже дружил с ними. Серафим Саровский Серафим Саровский основал Дивеевскую обитель, рядом с которой в середине XX века был построен советский наукоград, секретный город Саров или Арзамас-16, где развивалась советская, а затем и российская наука, прежде всего ядерная физика. Меня всегда изумляли такие совпадения. А Сергей Радонежский своими молитвами помог князю Дмитрию Донскому победить татаро-монгол на Куликовом поле. Много лет назад мы с вами уже побывали в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом посаде. Очень-очень много таких былинных историй, которые записаны в летописях. Вот и закончилось наше путешествие в Новый Иерусалим. Вам понравилось? Редактор субтитров А.Семкин